Житель американского штата Индиана уронил годовалую внучку в океан и избежал тюремного заключения. Об этом сообщает New York Post. В июле 2019 года 51-летний Сальватори Анелло, Салватор Анелло, отдыхал со своей семьей на борту круизного лайнера Freedom of the Sea с туристической компанией Royal Caribbean. По словам героя материала, во время инцидента он не был пьян и не выбрасывал внучку Хлоэ Вигант, Клоэ Уйогант, из окна намеренно. Мужчина объяснил, что просто поднес девочку к окну детской игровой комнаты на корабле и не знал, что оно было открыто. В результате, ребенок упал и погиб. В октябре 2019 года американец признал себя виновным в убийстве по неосторожности, и спустя полтора года суд приговорил его к трем годам условного заключения. Адвокат Анелло заявил, что обвиняемый будет отбывать испытательный срок у себя дома, в Индиане. Родители Вигант, в свою очередь, подали иск на Royal Caribbean и находятся в ожидании судебного процесса. В июле 2019 года Хлоэ Вигант из Индианы выпала в открытое окно с высоты 45 метров и разбилась о бетонную пристань, когда судно пришвартовалось в Сан-Хуани, Пуэрто-Рико. Согласно первоначальной версии, ребенок выскользнул из рук своего деда Сальватори Анелло.